Поехали! Васил, слитая переписка Микитки и некоторые инсайды про Ирину, новые подробности Куколгейта. Куколгейт, куколгейт для зубов чистка, я не знаю. 9 из 10 стоматологов рекомендует Куколгейта, друзья. Друзья, киньте, пожалуйста, ссылку на канал Индивидуум Ютуб в чат. Индивидуум Ютуб. На английском. А, ну это-то я знаю. Микитка про Ирину и Убер Маргинала. Слитая звоном переписка с Микиткой. Хайлайты нижнего интернета. Подписываемся на хайлайты нижнего интернета. Донатим хайлайтер нижних интернетов. Возможно, видео скоро удалят. Пришло письмо, походу, кинули страйк. Сейчас буду рассматривать жалобу. Updated. Господа, чтобы избежать удаления видео, текст переписки пришлось на время заблокировать. Это ж не то, что как бы Микитка, он как бы пиздел со Звоновым где-то годом. Микитка это такой чувак с длинными усами. Очень хороший, на самом деле, в общем-то, чувак, который как контент делает видео интересное. Разбирается в лингвистике и работает с русской лингвистикой. По-моему, один из самых лучших каналов, посвященных данной тематике. Ну, вот просто потому, что автор хорошо это делает. А Ирка, я не знаю, я не знаю, что с ней. Как стримера я ее не особо видел. Она вроде несколько раз стримила и ничего. Вроде она нехороший, непопулярный стример. Ничего интересного там не несет, наверное. А сколько тысяч человек в хайлайте? Где? Во, до хера. Ну, вот видите, хайлайтеры будут хайпуют. В личке. Рассказывая всякие вещи про себя, про то, что он на самом деле думает, про меня, про Иру, блядь. Я читал эту переписку, я был одним из тех, кому Маргинал скинул эту переписку. А, планирую ли я стримить с Микиткой, у нас с ним тем общих нет. Понимаете, ну, например, Маргинал, лингвист. Он и философ, и лингвист, у него есть общие темы с Микитой, поэтому, ну, понятно, что они долгое время сотрудничали и даже хорошо. И Маргиналу, в принципе, нравился контент Микитки, поэтому, ну, вот такое вот. Неприятная, неприятная история произошла в итоге, правда, у них. Ну, да ладно. У меня тогда довольно резко испортилось, ну, не довольно, а резко испортилось отношение к Микитке. Вот, я его стал, скажем так, не любить. Ну, и да, и то, что Ира, это полная, короче, мразота и шлюха, я тоже, вот, в частности. Не поддерживаем сладшейминг, друзья. Ни в коем случае сладшейминг, это плохо. Я оттуда узнал. Вообще, понимаете, в чем проблема? Ну, то есть, да два довольно-таки хорошо специализированных человека, но, может быть, оба не ученые, я не знаю, как Микитка, если у него степень по лингвистике, но, ну, вроде бы, как минимум, ну, отучился, имеет образование. И Маргинал тоже. Два специалиста, два хороших, замечательных специалиста посрались из-за телки. Из-за этого устроили, ну, не знаю, истерику на весь интернет. Разнылись там, ты куколт, нет ты куколт, нет ты куколт, нет ты куколт. И вот так вот это вот, ну, бля, нахера. Два человека, которые могли бы делать хороший топовый лингвистический контент. И зателки какой-то, которые в лингвистике не имеют ничего общего с лингвистикой. Вот, хотя кое-что мне рассказывал, там, хайлайтерка, еще несколько общих знакомых. Да, в мире только одна девушка, именно. Бля, кукол Гейт, это не про зубную пастушку. Нет, к сожалению. Про американскую политику, но ничему русскому это невдомек. Понятно. Про посторонних людей, которые мы ничего не сделали. А потом Звонов. Уронил телефон. Ну, потому что, объективно, у Микитки отличный контент. Вот, вот как бы, ну, тут спорить, конечно, не стоит. Просто проблема в том, что они могли бы делать хорошие совместные видео. Ну, то есть, общаться, не знаю, Микитка мог бы приходить к нему на стримы. По-моему, по-моему, отличная просто вот пара для маргинала. В том смысле, что вот отличный коллега, отличный союзник, отличный собеседник, понимаете. Вместо хорошего контента мы получаем, ну, в общем, не знаю, ссору двух мальчиков малолетних каких-то, которые впервые девушку увидели. И нормально. Ну, Звонов, конечно, тоже красавчик общаться с человеком, который тебе доверяет и слить эту инфу таким образом, что она в итоге попала вообще в публичное пространство. Звонов, конечно, тоже охуенный человек и охуенный психолог, охуенно соблюдающий этику психологическую. Ну, давайте. Друзья, давайте на плюс в ускорение, потому что, ну, Куколгейт, вы все его видели, я полагаю. Нечаянно. Я как бы эту переписку нечаянно получил. Опять рассинхрон звука и видео. Друзья, у кого-нибудь есть рассинхрон звука и видео? Пожалуйста, скажите в чате. Сейчас там будет все. Ну, там текста не будет, но будут голосовые сообщения, Микит. А, то есть не у меня, да? Не моя проблема. Вот это ваше. Хорошо. Маргинал заревновал Микитку Кирине, поэтому и пошел скандал. Они должны быть парой. Кто? Маргинал и Микитка? Друзья, все хорошо, да? Нет рассинхрона, окей. А плюс на ускорение, да? Плюс на ускорение. Давайте немножко ускорим, потому что, ну, блин, оба говорят медленно, скучно. 1,5. Поехали. Не, не, не. Это, это, я, я все выдумал. Я все выдумал, ничего не было. Я еще сегодня пошучу, друзья. Ту же самую шутку повторю трижды, потому что новые люди должны ее услышать. Я надеюсь, это в хайлайт просто войдет уже. Да, да, сплетни распространят. Слить инфу на такую мразь, это, может быть, и доброе дело, но проблема в том, что, ну, Звонова... Какая мразь? Кто мразь? Микитка? Маргинал? Ирина? Это рассказывал Микитка, который, видимо, Звонова считал своим другом или... На самом деле, очень забавно, что они шеймят все Ирину бедную, ну, то есть, я как бы, я как бы здесь за всех, понимаете, и Маргинал мне нравится, и Микитка молодец, ну, и Ирина нормально. В чем проблема? В чем проблема? В чем... Почему они, ну, понимаете, эмоции, вот эти вот эмоции возобладают у этих у людей, они показывают, что они слишком человеческие. Всего-то обычные маленькие люди, человечки, которые там живут своей маленькой жизнью, вот этой вот прикольной такой вот человеческой, и влюбляются, ссорятся. Для типа того, каким-то образом ему доверял. Сильно быстро, да, друзья, наверное, давайте помедленнее. Ну, то есть... Ну, с другой стороны, не знаю, может быть, Звонов это сделал, может быть. Может быть. Это, ну, более нормальный поступок, если Звонов просто считал, ну, Маргинала своим другом, и он это не то, что слил, он рассказал Маргиналу, потому что, ну, хотел, чтобы тот знал правду. Про свое окружение. Тогда окей. Тогда я это могу понять, как хорош... Ну, как... Сомнительный, конечно, поступок, но поступок, где, как бы, нет правиль... Ну, то есть, если это так, то тогда тут, как бы... Гормоны никто не отменял. Я отменил, Александр, только что. Все. Гормонов больше нет, они никак не влияют на ваше поведение. Вы можете быть умственно полноценным человеком, который отвечает за свои поступки. Все. Все, как бы. И гормоны вам в этом никак не помешают, уважаемые. Все. Более того, если даже гормоны вам внезапно помешают, вот когда они отойдут, вы можете признать свои ошибки в итоге и снова объединиться с своим прекрасным приятелем. Общаться с ним снова, контент совместный делать. Почему бы и нет? Нету правильного решения, потому что... Сейчас мы узнаем, видимо, почему Васил и Марго поругались. Потому что, ну, типа, и Маргинал друг, и Микитка друг, и как бы что-то надо делать. Тогда, окей, я готов вот этот поступок Звонова, ну, не, скажем так, не засирать. Вот. Не хуй сосить его за это. Понял, чувак, да, именно так. Больше я никуда не скажу. Можешь меня провоцировать сколько угодно, я дальше, как бы, ничего не скажу. Нет, смотри, все, в общем, точно так же. Вождение куколбы за нос продолжать. Эх. Я напоминаю, что, ну, типа, вот, Микитка охуительный, конечно, человек, Маргинал, Микитку, ну, Микитке ничего плохого не сделал, и Маргинал, Микитку... А в чем проблема со словом куколд? Это же даже не обзывательство, наверное. Ну, реально пиарил. Звал к себе на стримы. Вы можете сказать, что Маргинал и меня тоже пиарил, но дело в том, что мой-то конфликт с Маргиналом как раз именно потому, что... Потому что, блядь, Маргинал, как я считаю, делал плохое, начал делать плохое. Маргинал начал делать плохое, поэтому у них конфликт. Начал делать хуйню. Но дело даже не в этом, дело даже не в этом. Дело в том, что... Я не понимаю, почему Микитка хуйсосит Маргинала, называет его чмом и куколдом, хотя плохой человек в этой ситуации, это нихуя не Маргинал, это... Ну, куколд это не обзывать не означает, что Маргинал плохой человек. Ну то есть слово куколт имеет определенное значение. Ебучая Юрка, блядь. Ну он с сыркой спит, как вообще ему обзаватерку. Чего проблема? Твоя девушка обманывает какого-то чувака, говорит ему, что... Ну, на самом деле куколт Микитка в этой ситуации. Почему? Микитка с ней и спит, как бы. Ну то есть, смотрите, Микитка спит с девкой. Почему Микитка куколт? Потому что там, где он должен был просто своей девушке поставить условия... Должен? Почему он должен был поставить своей девушке условия? Чего за христианские предрассудки в современном обществе? Чего проблема? Слышь, либо ты говоришь этому чуваку, что ты не с ним, а со мной, и мы... Ну, это гопнические такие вот, знаете, предъявы. Может быть, она полиамурна, например. Или он полиамурен. И они не делают такие вот заявления друг другу, а? С тобой встречаемся нормально, как пара. Ну. Либо мы с тобой расстаемся. Так его девушка на стороне с маргиналом пыталась замутить. Знаете, они могли бы сделать хорошую, прекрасную швейцарскую семью, например. Что вообще, знаете, за догматы такие вот христианские преобладают в нашем обществе? Ну, ладно Василу, Василу можно быть христианином. А вот когда вот у остальных христианские предрассудки, мол, уууу, там мы будем там, не знаю, девушку шлюхой называть за то, что там она с двумя пацанами мутит, там все такое. Ну, это тупо христианство такое, простое, упрощенное. Стремно, стрёмно, стрёмно. Особенно, когда два вполне так себе интеллектуальных человека с хорошим контентом, знаете, ссорятся из-за какой-то глупости непонятной, из-за каких-то отношений к таких вот. Ну, это не очень хорошо, не очень хорошо. Вот, но Микитка вместо этого начал хуйсосить, блядь, чувака, который ни в чем не виноват, которого тупо обманывают, которого водят за нос. Потому что, ну да, усатый, блядь, девственник Куколт повелся на шлюху. Если Микитка с ней в отношениях и довольна сидит и хихикает над тем, что она на стороне Марго посасывает, то он Куколт. Но она же его увидела, Марго, только один раз буквально. Как ни странно. Ну, понимаете, швейцарская семья. И вообще, знаете, что предлагаю? Я сейчас шутку великую свою повторяю, поскольку у нас здесь, видимо, много народа сейчас сидит, да? Нормально? Да, 31, поехали. Короче, друзья, смотрите. По-моему, по-моему, и Микитка, и Маргинал могли бы обыграть непосредственно Ирину одним простым образом. Они могли бы переспать друг с другом и заняться друг с другом настоящим мужицким сексом. И тогда Ирина, для которой они оба парня, стала бы двойной Куколдиней. Она была бы Куколдом, и одновременно это бы еще умножилось на два, и тем самым они бы отомстили ей. Насколько я знаю, Маргинал, в принципе, не против секса с мужчинами. А Микитка, судя по своей внешности, ну, тоже такой вот довольно-таки предрасположенный, так скажем, гомосексуальным контактом молодой человек. Именно поэтому, ну, я думаю, им и обоим это могло доставить определенное удовольствие. И ввиду этого, непосредственно, они могли бы отомстить Ирине. Отомстить Ирине и, в общем, сделать ее Куколдиней. Куколдиной. Куколдиной. И тогда бы все называли Ирину Куколдом, а Маргинал и Микитка смыли бы из себя это неприятное клеймо, на мой взгляд. Они бы поступили, как настоящие мужики. Как вам такое? По-моему, сильно. По-моему, очень сильный ответ Ирине был бы в таком случае. Да. Любовный треугольник мощный, конечно. Говорю, что это тупая реальность. Ну, потому что это Куколдизм или Симс. Микитка, ебаный Куколд. Да, блин, попасть на стрим к Маргу очень легко. Три пятьсот, и мы как бы здесь обсуждаем, кто Куколд-то, друзья. О чем вы вообще говорите? Три пятьсот, и мы просто весь стрим обсуждаем, кто и кто, где Куколд вообще. Вот и все, друзья. Все просто работает. К Маргиналу приходим, и... Не к Маргиналу, Кежа Сармат уберем, три тысячи даем, и все. Обсуждаем три, там, четыре часа о том, какой он карлик, например. Все нормально, всем нравится. За три тысячи всем очень хорошо. Но я так делать не буду, конечно, на стримах. Ты сим, блядь. Который повелся просто на... Куколд не тот, кому изменяет, а тот, кто это одобряет. Так измены-то не было, Максим. Понимаете, измены не было. Физической измены не было. Ну, на шлюху, на шкуру. Который, по идее, должен был быть в этой ситуации на стороне Маргинала, который жертва, он был на стороне, блядь, пизды, которую ему затмило, блядь, все, блядь. Ну, чувак первый раз... Почему кто-то что-то должен, по мнению Василу, кому-то, я просто не понимаю. Ну, была попытка измены, ну, произошла бы измена, и что? Измена! Господи! Они занимаются прелюбодеянием, они совершают христианский грех! Ну, ребят, я не знаю, мне как-то похеру было бы. Мне просто похеру, ребят, я не понимаю. Я ваши христианские темы не рублю вообще, в принципе. Пизды, пизды. Ну, я постарался выбирать как-то максимально, вот. Ну, чтобы она как-то мне это объяснила. Зачем? Человеческое слишком человеческое, как говорится. Так. Ну, кстати, у меня есть инфа. Должны, потому что есть понятия. У гопников есть понятия, вообще-то. Ну да, с точки зрения римлян, твое желание делиться с жилой, крайне странное поведение, вот и все. Ну, то есть, ну, блин, ну чё, чё такое? Нет, я не Куколд, вот в чём дело. Я полиабур. Вот именно. Ну, такое. Микитка в переписке писал, что она с ним спит. Ну, окей, да. С Микиткой она спит, а с Маргиналом нет. Поэтому Микитка норм. Ну, то есть, Микитка всё ещё норм, он остаётся не Куколдом. Он как бы спит со своей женщиной, получается. Если бы в одной комнате собрались Маргинал, Ирина и Микитка, Микитка сел бы на диван, стянул в себя штаны и начал смотреть, чем занимаются его, в общем-то, красивые и прекрасные вот эти вот Маргиналы и Ирина, то тогда он был бы Куколдом. Вот, по определению куколдизма. Зачем Ирина это делает? Ну, то есть... А так здесь просто человеческие отношения какие-то такие упрощённые. Слово Куколд здесь употребляется, ну, крайне метафорично, не в прямом смысле. Это не та самая, знаете, инверсия сексуальная, не то самое отклонение, о котором обычно люди говорят, произнося слово Куколд, ну, когда серьёзно произносят его. Здесь просто очень странное. Я, ну, в общем, я знаю со слов одного человека, которому Ира сказала напрямую, зачем она это делает, но я, наверное, не буду это говорить. Вот. Ну, я могу спойлер такой дать, ну, потому что, блядь, Ира, ебаная шлюха. Там всё на самом деле описывается. Не поддерживаем сладшейминг в любом случае. На самом деле я не понимаю Васила в данной ситуации. Ну, то есть, смотрите, если девушка, в общем, если у неё два, в общем-то, половых партнёра, она шлюха внезапно. А если у мужчины два половых партнёра, ну, типа, плохо. Просто грех получается. Да и то, видимо, не очень большой. Ну, то есть, обзывать её шлюхой здесь, ну, такое себе. Максим, понимаете, должен происходить половой контакт, когда куколт на это смотрит. Иначе это смысла не имеет. Джон Дой, кстати, правильно говорит. Если вы смотрите порно, то вы куколт, вам же нравится смотреть. Ну, то есть, вот даже такое определение куколдизма более адекватно, чем то, что предлагаете вы. И вообще, все, кто критикует так или иначе, ну, в общем-то, маргиналы называют его куколдом. Вот, Джон Дой здесь более прав, чем вы, когда произносит слово куколд вот к такому явлению. Но и то не совсем правильно. Дурить вот до последнего. Вот. Сначала она сказала, что... То есть, ты позволял своей девушке дурить, блядь, человека? Да вообще плевать. Ну, если дурить, так вообще, вообще плевать. Диких проблем. Основная проблема в том, что если она там будет спать со всеми, будет заключаться в том, что у нее будут венерические заболевания. И тогда лучше от нее отказаться, потому что она будет венерически небезопасна. Вот, вот, венерически небезопасна. И в таком смысле, ну, ну, до свидания, Ирина, можно было бы сказать. Я не чувствую безопасности. До свидания. Все. Который тебе ничего плохого не сделал, только хороший, а который ни в чем не виноват. Охуенный ты, парень. Ну, типа, если сегодня ему сообщить, что мы общаемся, это будет... Васил не ныть Ирину. Не понимаю, почему. Тут некрасиво в том плане, что... Ээээ... Что, ну, типа, после этого стрима, и как будто вот этот стрим стал последний каплик. Блядь, а наебывать зато красиво, пиздец. Пиздако красиво. В таком смысле... Красота... Обман это клево. Я считаю, обман это потрясающе. Неописательно ебаться в сроку. А откуда у девственников-ноу-лайферов венерические? Присаживает Максим Пестряков. Ну, вот поэтому я и говорю, что Микитка Васил... Ой, Микитка... Простите, Микитка Васил Норм, он не девственник. А вот... Микитка, Маргинал и Ирина могли бы создать прекрасную швейцарскую семью, и все было бы хорошо. Вот и все. Ну, то есть, да, да, действительно, их тройной союз мог бы послужить на пользу всему нижнему Ютубу, по-моему, взгляд. А это как говорю, а что, типа, он и едет, и в тот же день ты пойдешь со мной на мероприятие, это не будет некрасиво? А она такая... А, у Ирки, то есть, были такие заболевания. Ну, значит, с Иринкой лучше, ну, не связываться, ну, не потому, что она там плохая, не потому, что она там шлюха, а потому, что просто, ну, небезопасно. Когда мы идем... Ну, просто-просто небезопасно, лучше не надо. Она такая, блин, да. А, шведскую семью, я не знаю, какая там семья, где там много народа. Можно исламскую, мусульманскую семью? Хочу, вот, блин, блин, да. Ну, скажи, ИИИ, ну, это же главный конфликт нижнего интернета. Я одобряю Холки. Холки мне нравятся, Холки это хорошо. Холки это нормально. Холки, я скажу, но, ну, типа, это подпортит репутацию Ирки, наверное. О, боже мой, репутация Ирки. Я не буду говорить, от кого я это знаю, но я, типа, знаю человека, которому Ирка говорила, что с Микиткой у нее ничего серьезного нет, что она с ним просто трахается. Ну, и нормально бывает. Потому что ей хочется с кем... Бывает, да, окей. Почему бы и нет? Типа, типа, трахаться и тусить. А на самом деле она любит Маргинал и хочет к нему уехать. Ну, вот, видите, на самом деле она хотела перейти к Маргиналу на его сторону и любить его по-настоящему. А вместо этого ей, в общем, да, пришлось остаться в Москве. Она со всеми поссорилась. Вся эта история, прежде всего, ударила по бедной Ирине. Вот я знаю, что Ира, по крайней мере, одному... Друзья, геноцида в СССР не было, напоминаю вам, вы дураки, что ли. Определений не было геноцида, не было никакого геноцида в СССР. Это доказано математически. Человеку говорила вот это. На самом деле, вы можете догадаться, кому. Кому она говорила, кто мог сказать? Кто мог сказать такое? Это нетрудно. То есть я знаю человека, которому Ира говорила, что на самом деле она, блядь, любит Маргиналов. Ну вот, видите, она любит Маргиналов. Все хорошо, по-моему. Все замечательно. И она почти вот приехала в Америку к Маргиналу. Могла, у нее были шансы с ним, в общем-то, замутить. Америку? Все позитивно. Ирина не шлюха, все. Не, не Звонову. Не, не Вагану. Ирина не шлюха, Ирина молодец. Мы против сладшейминга. Мы неодобряем плохое отношение Васила к женщинам. Его христианскую оккупацию бедных феминисток мы не одобряем. Это, конечно, негативно. Негативно к этому относимся определенно. Нехорошо, нехорошо. Бедная девочка не запуталась. Сакамару? Есть другое слово, которое вот подходит к данной ситуации. Она начинается на букву Ш. Шадовистка, может быть. Она может быть шадовистка внезапно. Вот это я понимаю. Она достигла определенного уровня скептицизма, и теперь ей, в принципе, без разницы. Окей, она шадовистка. Здравствуйте. Здравствуйте, угнетатель. Очень рад. Надеюсь, меня кто-то сейчас угнетать деньгами будет, потому что я вот... Последнее видео смотрим. Вот, я не знаю, что Ира говорила другим людям. Возможно, другим людям она говорила по-другому. Но... Не, после игры я вряд ли замучу с Ирой, потому что там в игре она очень жестко представлена, к сожалению. Это было до приезда маргинала в Москву. Я не уверен, что после игры со мной вообще кто-то будет общаться с ним, из них вообще. Из всех ребят. Ну да, ладно. До приезда маргинала в Москву. Она говорила другому человеку, что... Ну, типа, да, очевидно, на самом деле, кому. Вот. Что с Микиткой ничего серьезного нет. Это они, типа, просто, ну, там... Она, короче, тупо... Не, Александр, просто у вас христианские ценности в голове. Вот и все. При этом вы, наверное, не опознаете себя как христианин, но у вас в голове просто тупо христианские ценности. И все. Поэтому вы можете называть там женщин шлюхами внезапно из-за того, что они занимаются прелюбодеянием, там, например. Мужчин... Нет, обычно мужчин вы не называете в таком случае шлюхами, но вот такое тоже. У вас куча христианских предрассудков. И в случае Васила, например, то, что у него предрассудки христианские есть. Ну, окей. Он христианин, он последовательный христианин в целом. Ему можно. Ему для него это допускается. А для вас, ну, это просто вот непоследовательная позиция у вас. Все? Отдыхает с ним. Вот. Ну, правда, в то же время Микитка... Пиздец в голове у вас, Александр. Вот в чем плохого. Вот что такого. Я был в нее по уши влюблен. Ну, блин, понимаете, в чем проблема? Да, действительно, Микитка подался на эмоции. Знаете, сейчас многие люди говорят, что Микитка гнилой человек, плохой, нехороший. Да на самом-то деле все хорошо. Все, все нормально. Ну, то есть, Микитка подался эмоциям и потом в итоге попытался загладить эти свои эмоции. Ну, то есть, он просит извинений и у Маргинала, и у всех. Он просит извинений за такое поведение. Он понял, что подался дурацким эмоциям примитивным. И в итоге, как бы, вот, приносит извинения. Он не гнилой человек. Он, наоборот, проявляет себя эмоционально. Ой, рационально после того, как повел себя эмоционально. Вот. То есть, все хорошо. И Микитка молодец, и Маргинал молодец. Всю ситуацию можно очень легко уладить. Буквально одним щелочком. Все, никто там не шлюха, никто не куколт. Отбросить все оскорбления там в сторону. Ничего больше не выяснять. И снова стать замечательными друзьями. Почему и нет? Это как бы, ну, это... Ну, то есть, да, Цунадо правильно пишет. Люди противопоставляют себя христианству. Ну, тот же Маргинал, например. Но руководствуется христианской этикой и культурой. Да. Да, именно. Именно так и есть. Ну, это как бы видно из этих сообщений, да. И я знаю тоже от других людей, что Микитка реально, ну, был влюблен по уши вверху. Ну, по его словам, в принципе, это видно, что у него эмоциональная реакция сейчас по отношению к человеку, которого он, в принципе, уважает, и который его уважает. Ну, то есть... То есть, понимаете, здесь как бы такая тема, что и Маргинал, и Микитка долгое время друг друга, в принципе, уважали и с друг другом взаимодействовали хорошо в рамках стримов. По-моему, прекрасно. По-моему, это нормально. Что его не оправдывает, потому что, ну, надо голову включать. В общем, все, дальше она как-то заткнулась, и я вообще отказался, что-либо говорить. Ну, блин, похер, она говорит, что, типа... Похер, моя девушка ебаная шкура. Не поддерживаем такие, в общем-то, слова. Ну, то есть, смотрите, что плохо, Александр. То, что Васил сейчас тупо унижает женщину, просто вот человека, другого человека унижает. Он просто решил взять и оторваться. Вот это плохо, плохо. Если вот Библия не работает, если Библия не является реально истинным источником, то он сейчас поступает, ну, не очень хорошо. Он унижает человека, ну, просто за то, что у него довольно-таки большой диапазон половой жизни присутствует. Ну, подумаешь, подумаешь. Зачем оскорбительные слова при этом употреблять? Я не понимаю. Тем более, его конкретно эта ситуация никак не касается. Ну, вот, то есть, он там не был четвертым ни в коем случае. Ни в коем случае он как бы там не присутствовал во всей этой схеме. Его эмоции данные вообще не должны захватывать. То есть, маргинал, понятно, на эмоциях. Ира, понятно, тоже там на эмоциях отчасти действует. Понятно, маргинал на эмоциях действует. И поэтому все вот так вот плохо происходит между ними тремя. Но почему Васил эмоционально реагирует и называет Ирину шлюхой, ну, непонятно. Это довольно озлобленная ситуация. То есть, понимаете, вот такая вот позиция творит озлобленность людей по отношению к определенным группам других людей. Это неприятная ситуация, честно говоря. Все равно, как бы, эта ситуация, она вот через полторы недели уже разрешится сама собой. И просто она уже не хочет никаких... Интересно, как ситуация разрешится сама собой, если есть чувак, который ее, блядь, любит? Ну, маргинал. Он ее разлюбит. В чем проблема, друзья? Он ее разлюбит, все. Все же просто. Как, интересно, ситуация разрешится сама собой? Любит, разлюбит. В чем проблема? Я просто, я не понимаю. Но, ну, придумывать... Не знаю. Все это, конечно, звучит очень странно, но, допустим, так. Видосы на Гудгейме можно заказывать только те, которые исключительно для Гудгейма. Вот. Да я им предлагаю не драться за Ирку. Я предлагаю им, наконец-то, переспать друг с другом и, наконец-то, разрешить все проблемы. То есть, они сделают Ирину Куколдом и все, 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 win. Это шахматная партия разыгранная, они победили. Зачем им, в общем-то, ерунду, в общем-то, дальше эту продолжать? Им нужно просто перенести статус Куколда. Потому что... И это делается простым способом. Потому что, ну, типа... Обычные видосы идут в обычную очередь, а сейчас мы смотрим только то, что нельзя на Ютубе на Твиче смотреть. Вот это видео мы смотрим, потому что, ну, его, возможно, страйканут. Да, видите? А, и надеюсь, не страйканут нас за это, потому что... Поэтому мы тоже не рискуем, мы смотрим его вот тут. Так что Куколд еще по-прежнему ни о чем не знает, на том плане, что мы общаемся. Продолжает получать смешанное... Вообще-то ты Куколд. Вообще-то никто из них не Куколд, на самом деле, чисто формально никто из них не Куколд. Китка. Формально никто из них не Куколд, и все нормально. Ты человека, который тебе нихуя не сделал, хуй сосишь из-за пизды. Я на самом деле не знаю, здесь каких-то вот оскорблений прямых я не видел. Ну, Куколд и Куколд, как бы. Из-за ебучей, блядь, селедки. Кто здесь? Смотри, а что плохого в озлобности, он женщину назвал селедкой. Селедкой. Селедкой назвал женщину. Какого черта? Что происходит? Неприятно, неприятно. Александр, а когда вы кому-то измените, я надеюсь, вас тоже плюнут в таком случае. Ну, почему бы и нет? Я с удовольствием подойду первый и плюну вот так вот. Александр, в лицо прям. И вот так вот размажу еще. Вот, да. Куколд. Потому что вы заслужите тогда в таком случае, правильно же? Правильно. Одни и те же этические нормы должны тогда прилагаться к разным людям. Чмо, я думал, это кличка чемпион, маргинал, олимпик, там что-то вот такое, нет? Я что-то перепутал, блин. Блин, я думал, я думал, это кличка у него такая, в смысле, это аббревиатура, чмо. Но я не думал, что это обзывательство. Я не думал, что это психологически к тому, что, ну, по крайней мере, 6-го числа, так точно, где не отъедут. Поэтому мне придется узнать, что, в общем, Ирсус о чем. Как прошло все с моей стороны? Ну, сначала я ее попросил рассказать о том, что было вот, ну, ее глазами. Ну, достаточно подробно рассказала, но, в общем, я примерно этого ожидал. Она просто сама охуела от того, насколько это прям было неловко, коринжово. Они с Анатолием сходили погулять вдвоем до встречи с Погромом. Ну, все нормально, погуляли, встретились, все хорошо. Ну, в Москве гуляли. Тоже, типа, это было просто безумно, как-то неловко и странно, какая-то прогулка. Вот, но при этом Анатолий, ну, никаких чувств у нее не вызвал. Ни положительных, ни отрицательных. То есть, отвращение какой-то там, жалости, ничтожести. Ну, понимаете, Васил говорит со злобы, что она шлюха, там, все, там. Надо с порицанием к ней относиться из-за этого и так далее, и так далее, и так далее. Неприятно, неприятно, неприятная ситуация. Это не констатация ни в коем случае. Ну, то есть, это оскорбление, Максим. Это прямое оскорбление человека, который ведет обычную жизнь. Васил сам ведет довольно распутную, как я понимаю, половую жизнь. И поэтому от него слышать такие вот слова, ну, вдвойне неприятно. Здесь как какие-то двойные стандарты проявляются. Ну, то есть, довольно странно. Ну, Васил себя ведет как супер-мачо, как бы. Ну, вот такое, такое себе. Странно, странно. Ну, то есть, я на самом деле ничего не осуждаю в этой ситуации. Меня, в принципе, ничто здесь не трогает. Ни с одной стороны. Ни со стороны Микитки, ни со стороны Маргинала, ни со стороны Иринки. Да, даже со стороны Васила. Васил просто выполняет свою работу и непосредственно стримит. Какое-нибудь, что-нибудь пламенное закидывает, в общем-то, в огонь революции. Куколдинный такой вот, Куколгейта, вот этой революции такой вот, замечательный. В которой погибло уже множество подсосов, в общем-то, бедных. Бедные подсосы подверглись репрессии. Происходит из-за Ирины, к сожалению, понимаете, происходит нечто ужасное. Происходит геноцид подсосов. И это ужасно. И это ужасно. И это просто ужасно. Геноцид подсосов. Как раз уже после того, как определение геноциду было дано, произошел геноцид подсосов. И партия обермаргинала, маргинальная партия Советского Союза, внезапно начала убивать подсосов из своих рядов. И мы как бы не понимаем, что происходит. Некоторых подсосов изгнали, некоторые поссорились с маргиналом. Некоторым дали вопер четырехслойный, и они заплакали от этого. Это же так страшно. Это же так страшно. Это же так ужасно. Видите, что происходит из-за того, что люди не умеют сдерживать свои эмоции, из-за того, что они эмоциональны? Происходит подсосный холокост. Блин. У меня слезы сейчас навернутся на глаза. Я не могу себе представить, как мне жалко бедных маленьких подсосов. Бедные подсосы, они умерли. Ладно, у меня не получается заплакать. Я уже третий раз на стримах пытаюсь заплакать. Пока еще не научился. Не такой уровень высокий. Ну да ладно. Вообще, я его никак не видел. Вот. Ну и потом, конечно же, то, что он начал пьяно веревотворять, тоже ее немножко тоже разозлило. А то же Джон Дой ничего плохого нет, я же тоже контент делаю как бы. То есть ей самой не нравилось все, что происходило там уже в конце стрима. Ну вот. И я, да, ну потом она такая спрашивает, ну вот я рассказал и так, ну а ты мне вот что-то хотел сказать. Я поставил вопрос так, что, ну я вот сказал, что мне неприятно было все это наблюдать, что я сам не ожидал, как это все будет фигово смотреться. И поэтому... Александр, понимаете в чем дело? Здесь никакого блядца, так скажем, нет. Всего-то два человека у нее было в тот момент, и почему проблема? Я тебя очень попрошу выполнить одну мою просьбу, которая для меня очень важна, и она будет некоторым показателем того, как ты ко мне отнесешься. Завтра вместо того, что ты пойдешь на эту, на этот стрим, на сходку к капостолу, ты и придешь, что время со мной. И она сказала, да. Вот. Молодец. Ну, значит, дайте следую. Видите, все, вообще Ирина себя вообще хорошо повела тоже в данной ситуации. Видите, она сказала, да, она не пошла на капостолу, все хорошо. Правда, как я потом понял, она и сама вообще, на самом деле, думала, что... Топить за позицию, что Ирина тоже человек, знаете, Ирина человек, а потому называть ее шлюхой нельзя, все. Может быть, она не пойдет завтра никуда, но тоже еще раз такую... Потому что, Александр, вы хотели плюнуть в лицо Ирине, а я хочу заступиться за человека, потому что ваши, в общем-то, моральные предрассудки заставляют вас делать людям плохо. Хотя бы на словах плевать людям в лицо, просто потому, что вам кто-то кажется, там, не знаю, проституткой, там, блядью, или все вот такое. Это же детская позиция. Ну, 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 это детский садик просто же. Это же детский сад. Ну, это настолько человеческое, настолько смертное, настолько бессмысленное, что насколько можно только представить себя. Ну, чтобы вы понимали, ну, я был одним из первых, кто узнал, что Маргинал едет в Москву, и я узнал об этом в какой форме. Мне написал Апостол и сказал, типа, Васил, гоу, тогда-то, тогда-то, встречаемся на такой-то станции метро, идем гулять со мной, с Маргиналом, со мной, с моей девушкой, с Маргиналом и с Иркой. Я еще сказал, что не очень хочу идти из-за Ирки, потому что... Ну, потому что я уже тогда был о ней наслышан, блядь. Вот, но потом, но потом, как бы... Да плевать на обман, Маквоз. То есть, блин, люди всегда друг друга обманывают. Вы, я готов поспорить, за эту неделю обманули несколько человек в чем-то. Если вас будут за обман судить так же, как Ирку, там, осуждать все, ну, у вас просто никогда друзей не будет из-за этого. Вот все, если выяснится все ваши обманы, которые вы делали за свою жизнь, и к обманам люди будут плохо относиться, вас просто вот ненавидеть будут. Вы хотите, чтобы вас ненавидели постоянно? А все люди обманывают, практически все люди в чем-то, да, обманывают. Если мы плохо относимся к обманам, ну, вот получается, что придется нам всем друг друга ненавидеть. Как ни странно. Потому что нам за это заплатили, поэтому мы смотрим вот это. Вот и все, как бы. Ну, короче, потом вот это мероприятие отменилось, и Маргинал пошел на стрим к погрому. Ну, блин, если вы здесь глуповатый, то главное, ради чего, ради чего, на какой-то... Нет, тут проблема заключается в том, что Ира не изменила вообще-то с Маргиналом, не изменила Микитки с Маргиналом, не было процесса измены, вот в чем дело. А фактически измены не было, как я понимаю, из всего этого. Ее просто так называют шлюхой, потому что она обманывала Маргинала, но Микитку она при этом не обманывала. Хотя, вроде бы, Маргинала она любила, и окей, хорошо. Прикольно. Забавно. Вот она, сила общественного порицания, не зря в совке на собраниях осуждали. Ну вот, да, совок получается. Участно. Глупо. Вот, единственное, что она... Чма. Я очень... Ну, было время, когда я был очень, ну, зол на Маргинала, и он резко негативные эмоции вызывал, до сих пор отчасти вызывая, ну, за его поведение в ситуации вот с Жмелевским, в частности, и с Ивановым, но... и с Погромом. Но проблема в том, что, ну, даже я... То есть у них типа с Маргиналом были взаимные чувства, но это не мешало ей с Микиткой переспать, я верно понял. Ну, да, вроде того. То есть Маргинал, поскольку Маргинала, в общем-то, в Москве не было долгое время, Ирине приходилось удовлетворять свои физиологические потребности с Микиткой. Микитка в нее влюбился при этом, но к Маргиналу она, видимо, хотела. Как-то так я понял, ну, со слов Васил, а Васил может, в принципе, и гнать, потому что там у него какие-то, знаете, передатчики. Я узнал от друзей, 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 что вот это вот так вот получилось. Окей. А может, изменила и Марго с Ириной, никому ничего не сказали и скуколдили Микитку. У-у-у, какой ужас, без разницы. Ну, то есть вообще без разницы, я не знаю, почему это кого-то волнует. Я бы даже после этого, не знаю, Марго и Микитка зря перестали общаться друг с другом после этого, честно говоря. Они оба молодцы, они оба профессионалы своей области, и плохо, когда профессионалы из-за каких-то эмоций и отношений начинают друг с другом ссориться. Это печально, это просто печально, что два хороших профессионала, в общем-то, все, разошлись. Типа, не называю его каждый раз чмом и куколом, я говорю просто Маргинал Анатолий, типа. Ты еще говоришь уебер-маргинал на каждом стриме, когда читаешь, в общем-то, название. Давайте вспомним классику. Любое видео с убер-маргиналом у Васила начинается с вставки. Ну, это видео с канала Уебер-маргинал, ну, чтобы мы все помнили, да, об этом тоже. Ничего еще им не сказала, она сейчас пошла в поликлинику, у меня всем врач, вот, и, типа, она попозже сообщить Анатолию, что она не пойдет. Я не знаю, какая причина, но она действительно, типа, сочинит, типа, не знаю, дела, не смогу, там, не отошла от позавчерашнего в таком духе, вот. Да, не важно. Ну, в принципе, все называют маргинала чмом, как ни странно, но, то есть... В чем проблема? То есть, это она ему пусть сообщит, ты ему ничего про это не говори. Им по-любому еще придется не рассказать, потому что Анатолий каким-то хуем забрал ее очки. Вот, ну, и она скажет... Максим, ну, какая разница, ну, Марго про Микитку не знал, а Микитка знал и одобрял, так как думал, что она его любит, а Марго обманывает. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, ну-ну-ну, ну-ну-ну, ну и что? Ну и что? А почему обязательно кто-то должен оказаться Куколдом? Почему? Почему? Да, у него так называется канал, а еще и почему он называет. Я не знаю, почему это вообще как будто интересно. ...надели людьми встретить, типа, с фотоадмином даже, что ли. Вот, ну, и типа он ее, разумеется, приглашает идти вдвоем, она пока не знает. Про фотоадмин она сказала, что типа он точно не пойдет, другие я чуть не понял. Ну, я все не понял, что они встретились еще один-два раза. Какое? Они просто не взяли кучу дебильных фоток и не приходили в компанию каких-то неадекватных людей, как это было вчера. Вот так.